Ну что, ребятки, иду опять за детьми. Кстати, так ручку закрой, смотрите, вверх, и только потом ключом. Печальная новость. Сегодня последний день рабочий, в смысле учебный у детей. С понедельника начинается карантин. Мы сидим дома, неделя карантина, и еще в следующие две недели пасхальные канюлы. Кстати, карантин бессрочный, прислали в письме. Когда в школу, неизвестно. Ситуация с продуктами стала еще хуже. Сейчас вот я по дороге зайду в Азду, и мы посмотрим, как дела там. Ну вот, смотрите, картошку завезли и сразу же разобрали. Последний остался пакет. Морковку снова завезли. Капуста есть, только синее, белокочаной нету. Мяса нету. Ой, это что-то страшное. А, это вот британские вот эти колбаски, сосиски. Такие они странные. Кстати, из индюшки. Хлеб есть вот такой вот, где готовят и выпекают здесь в Азде. Тут хлеба вообще, видите, пустые полки. Яиц тоже нету. Вот мне яйца нужны. Ну, тут есть частично хлеб. Вчера вообще ничего не было. Ну, подвозят. Частично нет кошачьего, собачьего корма. Масло подсолнечное тоже пустоит. Макарон все так же нет. Кетчупа тоже нет. Ну, и слава богу, он мне не нравился никогда. Муки тоже нет. Здесь я вообще не знаю, что продают. Здесь тоже что такое было, не знаю. О, сахар, кстати, привезли. И, к сожалению, сахар это яд. О, и даже снеки разобрали, чипсы. Здесь в Азде есть такое кафе. Ну, такое неплохое. Там пилицу делают, кофе можно попить. В общем, закрыли кафе. И при входе в Азде есть объявление, что дают не более трех штук в одни руки. Ну, там, в туалетном баге или что-либо еще. Только хотела сказать, что паники нет у людей, что все в порядке, в масках никто не ходит. И рядом со мной идет девушка в таких резиновых синих перчатках. И в такой красивой черной маске из бархата. Ну, а основная масса людей вообще нормально. Вот если бы не продукты, да, которые опустевшие полки, не сказать, что какой-то карантин или какой-то страх в обществе. Нормально. Всех возрастов люди ходят. Все окей. Чтобы мое видео было более объективным, давайте зайдем в еще один магазин. Вот, Aldi. Фрукты, овощи есть. Картошка есть. Мясо. Ну, разгребли. Ну, вот, видите, можно... О, смотрите, есть даже вот индюшка. Молоко немного, но есть. Замороженные товары. Где-то пустые. С картошкой замороженной. С чипсами. О, есть, кстати, мука. А мы вчера искали, ходили. Отлично. Хлеб тоже есть. Берем здесь вот такой, самый классный. Похож на наш. Так что не так все страшно. Польский магазин. Давайте посмотрим, что там. Яйца тут были когда-то. Яиц нету. Ну, хлебушек есть. Мука есть. Гречка должна быть здесь. Гречки нету. Есть макарошки. Есть овощи. Все есть. Не надо паниковать. Здесь, видите, такие вот квадратики наклеены скотчем. Расстояние между людьми. Так что, несмотря на какое-то частичное отсутствие продукта в магазине, каких-то сенсаций я вам рассказать не могу. Все в порядке. Берегите друг друга, своих близких. Я, в принципе, по этому поводу не переживаю. Больше переживаю за своих родителей. Но, надеюсь, они вот на неделю уедут на дачу, а там на даче одно поле. Контактировать не с кем. Пусть у вас все будет хорошо. До встречи в новом видео. До встречи в новом видео. Сама не понимаешь, что это. Что это тебе дарит? Вот. Семь месяцев. Фортун. Куки. Открой, посмотрим. Это еда? Да. Печенье. Это печенье с пожеланиями. А ну что там, давай откроем. Готовили. Вау, какая прелесть. Ваши дни будут наполнены солнцем и счастьем. Перевела? Нет. Ваши дни будут наполнены солнцем и счастьем. Ну типа пожелание такое. Прикольно. Дай попробовать. Вкусно? Пришли домой. Сейчас буду монтировать это видео. Вы, наверное, не поняли, о чем только что была речь. Одной мамочки и учителя. Короче, я даже боялась об этом говорить, но скажу. Прочитала даже вчера на сайте BBC, что есть такая информация, что школы закроют до сентября. Надеюсь, это неправда.